Каждый год в День города и района организаторы праздника стараются подготовить для жителей новые необычные конкурсы и фестивали. И этот год не стал исключением. В городском Доме культуры состоялся конкурс головных уборов. Шляпки в стиле стимпанк, кепки из фантиков, корзины с цветами и фруктами и даже земной шар украсили головы конкурсантов. О самых необычных и интересных экспонатах смотрите в следующем материале. Впервые в этом году в рамках празднования Дня города и района был проведен конкурс головных уборов «Венец стиля». Фантазия и мастерство, с которой участники конкурса подошли к выполнению заданий, превзошли даже самые смелые ожидания организаторов мероприятия. Этот конкурс мы проводим впервые и подсказала нам идею, что мы увидели в интернете. Оказывается, это не первый конкурс, который проходит в нашей стране. Оказывается, есть уже такие мероприятия, которые проходят на постоянной основе. Они даже носят международный характер, поэтому хотели бы посмотреть, как у нас в Славянском районе, насколько возможно реализовать этот был проект. Когда, конечно, задумывался этот конкурс, мы предположить не могли, какая фантазия у наших людей. Мы, конечно, жюри, наверное, нам будет очень сложно оценить. Жюри действительно оказалось перед непростым выбором. В конкурсе приняло участие 64 необычных головных убора, и каждый был по-своему интересен и неповторим. В своем образе Ваня воплотил мечту стать величайшим изобретателем всех времен и народов. Конкурс проводился в трех номинациях. Эксперимент. Для участия в этой номинации необходимо было изготовить головной убор из вторсырья и таким образом дать ему новую жизнь. Еще одна номинация – флора-дизайн. Для создания шляпок нужно было использовать растения, овощи или цветы. И третья номинация – дуэт, в которой участники представляли сразу два головных убора, дополняющих друг друга. Екатерина Петушкова в конкурсе участвует вместе с дочерью Анастасией. Они приехали из прикубанского сельского поселения. У нас дуэт «Осенний поцелуй». Так как сейчас осень, мы подобрали такой образ и использовали такой материал, как кукуруза. Кукуруза, как мы знаем, это королева болей. И когда нас пригласили участвовать, мы, не сомневаясь, решили принять участие. Это волнительно, это очень интересно. Желаю участникам всем получить от этого больше положительных эмоций. И всем удачи и не расстраиваться. А вот учащаяся 17-й школы Дарьяна Нинашева участвует в номинации «Флора-дизайн». На изготовление ее головного убора ушло семь различных видов растений, в том числе и лекарственных, а также овощи и фрукты. Вес ее шляпки – около одного килограмма. «Осенняя грация» называется, изготовлена из сухоцветов, из искусственных цветов, из подручных материалов. Почему решили принять участие в конкурсе? Потому что я люблю природу, и это отличный способ реализовать себя, представив себя на этом празднике. И как долго изготавливали? Неделю. Помогали все – мама, папа, кошка, сестра, я сама и бабушка. Всем миром, а точнее с помощью всего класса создавали свои головные уборы Сергей Саитов и Арина Денисенко. Ребята из 23-й школы поселка Целинова. Их кепки сделаны из оберта конфет, которые помогали собирать одноклассники. Кроме головного убора из фантиков сделаны и костюмы ребят. Наш костюм называется «Сладкая парочка», а сделан он из оберток конфет. Все моя семья помогала, все мои одноклассники, другие приносили эти фантики из конфет. Много конфет мы съели и другие ели. Свои головные уборы участники конкурса представили на суд жюри. Выбрать лучшие работы оказалось делом непростым. Специальный гость фестиваля, руководитель театра-мастерской из города Сочи Ольга Поспехова отметила высокий уровень мастерства конкурсантов. Судили честно, все очень понравилось. Приехала я к вам из Сочи по приглашению администрации города Славянска на Кубани и была очень счастлива здесь присутствовать. Мне безумно понравилось. Уровень очень высокий, шляпы создали красивые. Все здорово. Каждой из трех номинаций были определены победители. Им вручили грамоты главы города, сладкие призы и памятные подарки. В номинации «Эксперимент» первое место было присуждено Татьяне Лукас за шляпку в стиле стимпанк. Вдохновил, конечно, капитан Немо, потому что образ стимпанка идет оттуда. То есть первоначальные упоминания идут оттуда. Образ такой леди викторианского стиля, скажем так, всегда мне был близок, на изготовление головного убора ушло буквально несколько дней. То есть это было сделано из фетра, перьев, каких-то остатков деталей, часов старых, скажем так. То, что уже люди, наверное, выбрасывают, не ценят, мне удалось применить. В числе победителей оказалась и библиотекарь из первого лицея Людмила Поцелуйко. Вместе со своей внучкой Настей они заняли третье место в номинации «Дуэт». На такой результат даже не рассчитывали. Оттого награда еще приятнее. Я даже не считала, что вообще какое-то место займу, потому что я просто решила участвовать, чтобы пропагандировать книгу, поскольку работа в библиотеке. Ну а образ. У меня у входа в библиотеку есть стенд, на котором фотография рисунка Арчимбольда называется «Библиотекарь». И у него на голове также раскрытая книга. Поэтому, когда предложили участвовать, ну помятую наше прошлогоднее выступление на велосипеде с полкой книжной, ну сразу придумала, будет у меня книга раскрытая, спросила у дочки, она говорит, давай возьму Настю, только я сделаю маленькую книжечку. Ну вот и получилась такая небольшая книжечка. Вот у нас получилась такая мини-библиотека. Все работы были настолько хороши, а призовых мест всего 9 по 3 в каждой номинации, что жюри решила присудить специальный приз. Он достался Валерии Сафроновой за ее необычную шляпку в стиле леди. Образ называется «Дама, вдохновленная скачками в Акоте». Создан он был так. Мы его создавали с мамой в течение 9 часов. Придумали мы чисто с фонтана, думали, как бы сделать его элегантным, чтобы была похожа на настоящую даму на королевских скачках. Использовали мы бумажные полотенца и скреповую бумагу. Сначала делали каркас, а потом это все обклеивали и красили краской. В этот день никто не ушел без подарков. Абсолютно всем участникам были вручены благодарственные письма и сладкие призы. Но самая главная награда – это прекрасные эмоции, которые получили участники конкурса. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».